Спортивный клуб «Патриот» специализируется на смешанных единоборствах. В копилке прекрасные результаты. Первые и вторые места на соревнованиях различных уровней. Сотрудничество с юн-армией. Как достигаются призовые места, никто не знал, пока журналистам «Барса» не прислали фотографии сбитого воспитанника клуба. Мальчик не жаловался. Мама заметила, что сын не может сесть. По факту, 20 ударов палкой, нанесенных, по словам родителей, тренером Сергеем Лукьяновым. Как выяснилось, мама мальчика совершила смелый поступок. О палочном методе воспитания в клубе знали все, но молчали. Теперь готовы разговаривать и со следователями, и с журналистами. Вот что сообщила уже другая родительница двух бывших воспитанников. При мне получили достаточно серьезные травмы несколько детей. Там были и сломанные локоть, и трясение мозга, и очень много других ушибов внутренних. Вот, ну, даже кто-то писал заявление. Ну, это все всегда спускали на тормозах. Нас всегда заставляли подписывать коллективное письмо в защиту тренера. Родители рассказывают, что воспитанников здесь принимают за живой товар. Основной лейтмотив – не нравится – уходите. Один травмированный уйдет, придут пять здоровых и принесут деньги за тренировки. Тренер бьет не только мальчиков, но и девочек. Одна воспитанница ушла, так как после удара палкой получилось сотрясение мозга. Один прекрасный момент. Я увидела, как его схватили за шлем и швырнули просто об стенах. И я поняла, что придется выбирать другой клуб. Родители подчеркивают – агрессия тренера появилась неспроста. Стала агрессия просто возрастать из-за его некоторых зависимостей. Теперь тренера и спортивный клуб активно проверяют полицейские, прокуратура и следователи. В Фрунзенском межрайонном следственном отделе следственного управления СКРСИ по Ивановской области организована процессуальная проверка по информации СМИ об избиении мальчика тренером спортивной секции. Как сообщалось на интернет-сайте регионального телеканала, к журналистам обратилась мама одного из воспитанников спортивного клуба с информацией о том, что тренер смешанных единоборств избил ее 10-летнего сына Палка, отчего у ребенка остались множественные гематомы. Кроме того, отмечалось, что данный случай не единичный. В настоящее время следователями устанавливаются все обстоятельства получения травмы ребенком. Будет дана правовая оценка соблюдения законодательства в сфере предоставляемых услуг несовершеннолетним. Опрашивается не только мама, которая первая заявила об избиении, но и другие бывшие воспитанники. Сам тренер от комментариев воздерживается, заявляя, что и так все понятно. Мария Покровская, телекомпания «Барс».